Дмитрий Медведев Это позволяет нам достаточно громко говорить о том, что мы можем обеспечить с вами при правильной экономической финансовой политике такие макроэкономические условия, которые будут стимулировать рост региональной экономики и которые сохраняют тенденции к снижению инфляции. А значит это даст нам возможность иметь устойчивый экономический рост и максимально используя свои конкурентные преимущества улучшать инвестиционный и деловой климат. Рассмотренное заседание правительства региональный бюджет рассчитано на три года. Плюс к трехлетнему документу приложен экономический прогноз до 2030 года. Это значит, что область возвращается к долгосрочному планированию, но позволит заключать многолетние контракты и выстраивать проекты, рассчитанные не на один год. Производство и сельское хозяйство стоит в приоритете у разработчиков главного финансового документа. Огромная сумма направляется на реальный сектор экономики. Это и на поддержку сельского хозяйства, и на дороги. У нас 3,4 миллиарда предусмотрены на следующий год. На развитие жилищно-коммунального хозяйства, газификации, водоснабжения. Соответственно, мы надеемся, что мы полностью все свои обязательства в 2017 году выполним в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований, которые будут приниматься сегодня на правительстве Ленинской области. Несмотря на непростые экономические условия, правительство не поступит со социальными программами. В соответствии с поручением президента мы подготовили приложение к нашему закону об областном бюджете именно по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на поддержку семей и детей непосредственно из областного бюджета. Так называемый детский бюджет. В 2017 году он составляет 10,7 миллиарда. Это 26% от всех расходных обязательств, предусмотренных в 2018 год. Этот и еще один фактор наиболее важны в глазах представителей общественности. Планируется сокращение дефицита бюджета. Это важнейший показатель, характеризующий эффективность финансовой деятельности в регионе. А также планируется сокращение государственного долга региона и сумм на обслуживание этого долга. Кроме того, новшеством проекта бюджета стало разделение расходных программ на три направления. Новое качество жизни, инновационное развитие экономики и эффективный регион. Всего 18 программ. А вот источники доходов остались прежними. Это в первую очередь налоги акциза, а также помощь из федеральной казны. Егор Титов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. 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 Новости Ульяновской правды.